Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. На острове Любви были военно-полевые сборы. Лиза Полыгалова рассказывает, «Мы целый день провели на пляже. Кто-то из девочек собирал палатку, кто-то занимался столом, а я разжигала мангал. Мальчики, в свою очередь, играли в волейбол и купались. Марина Африкантова победила в конкурсе, в котором нужно было собрать тумбочку. Я с этим заданием справилась на все 100. Быстро, надежно и качественно. Также скоро на острове откроется бар Андрея Чуева. Марина приглашает всех на мегапати по этому поводу. Саша Харитонова рассказывает о предвариловке, которая была на поляне. Сегодня была великолепная предвариловка. Ребята демонстрировали всех Дедов Морозов мира. Сергей Кучеров был летний Дед Мороз. Катя Старикова рассказала о закрытии актерской школы на Доме-2. Зрители приняли эту новость с радостью. Ура, больше не будет этих кривляний. Наверное, конкуренты в ГИК и ГИТИС прикрыли эту школу. Надеюсь, что закрыли навсегда. И на финале школы актерского мастерства показали премьеру фильма Саши Харитоновой «Мама всегда рядом». Мы увидим премьеру 28 декабря. Харитонова купалась в лучах славы. Хочу выразить огромную благодарность всем работникам Дом-2, съемочной группе, ведущим, всей команде, которая принимала участие в съемках фильма. Поддержать дочь на съемки пришел и папа Саши. Я очень рада, что такой волнительный момент. Мой папа поддерживает меня. Майя Донцова решила заселиться с Захаром Саленко. «Захар хочет заселяться, а я боюсь», – пишет девушка. «Но нужно бороться со своими страхами и принимать решения. Поэтому заселены». Бывшая жена Ильи Ябарова не рада, что у него проснулись отцовские чувства. Она хочет подать на него в суд. Мама Ильи, Людмила Михайловна, настроена очень решительно. Она хочет, чтобы Илья не ждал, а подавал сам в суд на право общения со своим ребенком. И она категорически против всех разговоров с бывшей женой Ильи. Женя Гусева в интервью рассказала, почему распался ее брак с Антоном. Антон изменял ей и не только с Викой Романец. Она у него не первая, просто Антону захотелось чего-то еще. А Вика Романец продолжает публиковать совместные фотографии с Антоном. «Так выглядит лучший мужчина, счастливая женщина и голливудская улыбка», – подписала она этот снимок. Ольга Бузова получает шикарные букеты от неизвестного поклонника. «Спасибо вам, кто бы вы ни были», – пишет Бузова. А зрители заметили сходство Ольги Бузовой и Рустама Солнцева. Этот калаш очень развеселил Рустама. Ксения Бородина отметила день рождения младшей дочери Теоны. Ей исполнился годик. Ее муж Курбан Амаров написал трогательный пост. «Ровно год назад моя любимая подарила мне этот маленький бриллиант – девочку с голубыми как небо глазами, которая крепко связала нашу большую семью. Трудно описать то чувство, которое я испытываю при слове «папа» из ее уст. Именно такая девочка приходила ко мне в моих отцовских мечтах. Именно от такой дочки я просил Всевышнего». На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.